СПОНСОР ПРОГРАММЫ ЭЛИТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНАЯ И УЗИ ДИАГНОСТИКА ВЕТАПТЕКА ЕЖЕДНЕВНО С ДЕВЯТИ УТРА ДО ДЕВЯТИ ВЕЧЕРА Празднование Дня Молодежи в этом году не обошлось без участия кинологов. Два часа представители Центра «Верный друг» развлекали зрителей. В программе были показательные выступления по общему курсу дрессировки и элементы защитно-караульной службы. Хозяйка дает дамаму собаки «Охраняй». Хозяйка Марина выходит в хулиган «Слава», который пристает ко всем собакам. Пытается забрать каждую лежащую сумку собаке. Ну посмотрим, удастся ли ему в этот раз это сделать. Вот так вот. Молча, но уверена, собака дает понять. Вот так вот. Ну посмотрим, лакомство она получила. Посмотрим, отдаст ли она после этого сумку. Да не тут-то было. Лакомство мы сожрём, но и сумку не отдадим, сказала у нас Аиша. И продолжает охранять своё добро. Вплоть до таких вот укусов тоже к себе. Всё в дом, всё в дом. Якова прогуливается хулиган, смотрит обстановочку. Обстановочка спокойная, собака лежит спокойно. Но до первого порыва взять сумку. Вот это считается идеальной охраной, когда собака не встаёт с места и не берёт куски. Не берёт всё-таки. Хозяйка, не бойся, не берёт. Ну посмотрим, как она отреагирует, если будут более настойчиво тянуться к сумке. Лежать! За место! Лежать! Ваня, лежать! Мы этими мероприятиями показываем, что мы делаем, нашу работу, как мы дрессируем собак. И вообще сейчас популяризируем дрессировку, которая, к сожалению, забыта нашими владельцами собак. Приобретается собака даже порой не знает для чего. Собака становится опасна не только для общества, но и для самих владельцев. И здесь мы показываем, что собаки любой породы дрессируются. И тем самым, выезжая в массы, выезжая в народ, показываем, что собаки, они не агрессивные. Что собак не нужно бояться, собакам нужно относиться нормально, они адекватные. И мы показываем, что мы делаем в нашем клубе. И приобретя собаку, приходите, мы научим и ваших собак быть такими же адекватными. И опять-таки, мнение, что мы собачники больные, мы собачники повёрнуты только на собаках, это неправда. Мы не только с собаками, мы и с детьми, и с молодёжью. И с людьми тоже. И с людьми мы тоже общаемся. Пропаганда кинологической культуры – одна из задач любой общественной организации, связанной с собаководством. Такие выступления – возможность показать результаты, которых могут добиться собаководы, если приложат усилия на дрессировочной площадке. Со стороны кажется, чего может быть проще, но когда обученные собаки попадают в руки людей, и не имеющих опыта обращения с четвероногими спортсменами, оказывается, что знаниями должны обладать не только собаки. Команда рядом. Вечтав, по-моему, самый хитрый. Посмотрите, он взял лакомство кругом. И собаке ничего не остаётся, как идти. Шагом марш. Так, ну посмотрите, у кого лучше всех собак идёт. Остановились, команда рядом. И собачка села у ноги. Наконец, в лодочку возьмите, чтобы у неё была возможность прыгнуть. Вот, наконец. Видите, всё надо учесть, чтобы собаке была возможность прыгнуть. И команда барьер. Давайте показываем барьер. Подведите поближе. Барьер. Ну давай, 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 давай. Барьер. Вот так, молодцы. Ваша область. Буквально-то, тёмный нюх. Сидеть, сидеть, сидеть. Так, сажаем собачку чётко, перпендикулярно снаряду. Сидеть. 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 Нажмите на круг собачки. Сидеть. Вот так. Хорошо, посылаем собачку. Команда, вперёд. Или барьер. Сейчас, подождите, видите, у нас трудности временные. Но она это делает нарочно. Я знаю эту собаку, хитрючей для невозможности. Она это долго будет делать. Будет испытывать ваше терпение, терпение нового хозяина. А собака домашняя, у неё там быть ничего не может. Если бы подумали, что у неё блохи. Нет. Вот. Почесалась, думала, что все забыли, для чего здесь собрались. И решила барьерчик обойти. Вот прыгал. Ну-ка прыгай. Вот так вот. Сидеть. Сейчас в «Верном друге» начали практиковать занятия со щенками с 4-месячного возраста. И хотя большинство кинологов считают, что пёс может усваивать знания лишь с полугода, а то и месяцев с 8, специалисты «Верного друга» считают своё ноу-хау полезным во всех отношениях. Мы здесь учим хозяев. Мы не учим собак. Мы учим хозяев правильно дорастить собаку до того возраста, когда он уже начнёт с ней заниматься, чтобы владельцы не сделали тех ошибок, которые они делают, не зная, не зная, чьи. И здесь наша задача научить правильно относиться к щенку, научить правильно подавать команды. И программа построена действительно очень щадяще. Здесь не требуется от щенка выполнение чёткого особых навыков. Здесь больше требований идёт к хозяину, чтобы он правильно Ну, например, вот на элементарном примере. Какую наиболее частую ошибку делают владельцы? Наиболее частая ошибка при выгуле собак – команда рядом. Команда рядом у нас сопровождается всем чем угодно, но не только не хождением рядом. Равно, как и ко мне. Да. И первая команда ко мне и рядом. Вот эти две команды, которые элементарно научить щенка выполнять и делать это правильно, и потом это будет безболезненно и для собаки, и для владельца. По команде ко мне, чтобы собачка подошла, по команде рядом двигалась рядом с хозяином. От щенка это требовать можно и нужно. Та же самая команда «Фу». Потому что если не выполняется, то уже закладывается, отрабатывается рефлекс, да, что вот можно и не делать. Действительно отрабатывается неправильное видение этой команды. Хозяин 150 раз скажет команду ко мне, и собака в конечном итоге будет выловлена хозяином в лучшем случае. Что ж, во сколько начинать дрессировать свою собаку, решать каждому владельцу. Главное, чтобы в принципе собаководы понимали, что это необходимо, и планировали свое время и средства, заводя щенка. Очень радостно слышать звонки. Вот мы приобрели щенка, что нам дальше делать. Это уже, я считаю, большой шаг вперед, потому что люди уже спрашивают, что им делать. Очень много людей приходит и выбирают породу. То есть они интересуются, какая порода для чего, и мы помогаем в выборе породы. Потому что раньше сначала приобрели, потом вырастили, потом поняли, что неуправляемые, только потом пришли в клуб и спросили, что нам с этим делать. Праздничное выступление не обошлось без модного показа с элементами цирковой дрессировки. Вот вы только что видели, как эта собачка работала, да? Общий курс дрессировки. А здесь вот вам, пожалуйста, и цирковая еще пошла. То есть научить собачек при желании вы можете всему. Проявили выступающие свои спортивные навыки. Вот всем бы быть таким вратарям, да, взять, взял, поймал, еще и не отдают. Судье. Так мяч лови, мяч лови, ты посмотри, сейчас голову забьют тебе. Вот так вот. Умная, воспитанная собака – гордость хозяина. Но сама по себе она такой не станет. Хозяину нужно заниматься с питомцем. Успех ждет тех, кто будет получать удовольствие от процесса, а не воспринимать это как повинность. Удачного вам собаководства! Сижу, боюсь, принюхиваюсь. Малышу явно не по себе в ветеринарном кабинете. Но здесь не обидят. Так, мы познакомимся с нашим пациентом. Это морская свинка Беляш. Ему два года, он обратился, точнее, хозяйка обратилась с жалобами на зуд в области крупы и выпадения шерсти. Высыпание шерсти очевидно. Исследование под микроскопом позволило увидеть обидчика. Эктопаразиты, такие как власоеды, были обнаружены у Беляша. Они достаточно крупные, длиной до 5 мм могут быть белого цвета. Их невооруженным глазом, либо микроскопией под лупой видно. Если сильное идёт заражение, тогда потеря аппетита, сильная лапеция, облысение. Ну и, собственно, животное может даже погибнуть. Либо уже было заражено животное при продаже, то есть продали уже больное животное в зоомагазине, либо с подстилкой. Это сено, либо опилки, чем, собственно, пользуются владельцы. Капли на охолку, использующиеся для котят и щенят. Мы обрабатываем раз в две недели с интервалом морскую свинку. Я буду использовать стронхолд для котят и щенят. И обязательно нужна обработка окружающей среды. Такими препаратами, как дельцит, разводим в нужной концентрации и обрабатываем всю клеточку. Всю подстилочку мы выбрасываем, меняем на новую. И, собственно, так будем бороться с эктопаразитами. И собаки, и кошки болеют лосоедами, заражаются могут также. Люди не заражаются лосоедами. Хомяки, морские свинки, хорьки также передают этих эктопаразитов. Бороться в наше время с ними достаточно просто. Чем быстрее вы обнаружите проблемы и обратитесь к врачу, тем быстрее ваш питомец вновь станет бодрым и весёлым. Государственная ветеринарная клиника открыта ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Проспект Красной Армии, дом 255-Б. Этой малышке примерно полтора месяца. Похожа на помесь восточноевропейской овчарки. Она игрива, весела и активна. С удовольствием общается с людьми. Мы её называем все по-разному. Кто её кличет дочей, кто булочкой, кто батончиком. В общем, все самые милые прозвища. Она достаточно контактная, любвеобильная девочка. Она ориентирована на человека. То есть с воспитанием не возникнет проблем. Она готова служить и слушать. А врачи ветклиники готовы помочь владельцам вырастить её здоровой. Она уже получила препарат от глистов и ждёт своей первой вакцинации. Вакцинация у неё будет двукратная. Всё будет за счёт клиники. И также в дальнейшем готовы помочь со стерилизацией. Так что, если в вашем сердце есть место для этой собаки, а в вашем доме найдётся для неё уголок, звоните по телефону, что видите на экране. Только они не хотят работать. Хотят работать. Хотят работать, да. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»